приветствую всех подписчиков а также зрительного канала сегодня я вновь в своей гомеопатической мастерской и снимаю видео как сделать нулевой вкладыш на круглопильный станок своими ручками я уже несколько раз показывал и даже отдельное видео снимал как на скорую руку сделать нулевой вкладыш просто ведь было все до опускаем пильный диск на нужный размер выставляем параллельную линеечку укладываем здесь 8-миллиметровая дсп-двп мдф хдф все что есть под рукой включаем станок поднимаем пильный диск пропеиваем уложенный здесь материал и получаем нулевой вкладыш на скорую руку да в каких-то моментах это очень удобно но есть и неудобства на каждый размер надо делать новый пропил но бывает и в виде такое что линеечку нужно двигать и вот смотрите у меня тут уже есть несколько пропилов здесь 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 ну либо мдф кончится когда-то либо все-таки придется как и в этот раз делать правильный уже нулевой вкладыш но и делать его буду смотрите это у меня обрезки от ламината которые здесь на полу укладывал в мастерской китайский ламинат толщиной 12 миллиметров вкладыш даже вот из этого куска можно сделать не один так по длине немножко не попадаем по ширине в самый раз раз два три ну как минимум три вкладыша сделаю в конце концов как-нибудь покажу наберусь прям смелости и сниму кино как сделать универсальный вкладыш можно так сказать на все случаи жизни но пока будем делать такой вкладыш по быстрому да и не беспокойтесь за мои тут пальцы я пилю тут достаточно безопасно когда в эту деревяшку она 10 сантиметров шириной ну расстояние до пильного диска здесь много тем более опираюсь еще на параллельный упор тут никуда не залезешь вот таким толкателем можно накосячить поэтому когда надо его применяю но когда в этом нет необходимости обхожусь без него очень плотненько входит ну может даже это плюс лучше потом наждачкой чуть-чуть подогнать размер всегда лучше что плотно вкладыш входил может даже получится обойтись и без магнитика далее смотрите я всю работу покажу на одном вкладыша но все остальное буду повторять и на остальных двух все лишнее отпилим обзиком но отпиливать конечно с небольшим запасом чтобы потом можно было фрезером все подровнять и для удобства заготовка уже просилил отверстия отверстия 20 миллиметров и по ходу пьесы небольшое изменение хотел же здесь фрезеровать вот этот вкладыш использовать здесь как шаблон но вот это крепить искать двухсторонний сейчас скотч по-быстрому ну не ракету в конце концов делаем е-мое вот смотрите но есть же шлифовальный станок закругление делать не на ленте буду а вот на кроме с наждачкой но я думаю во время шлифования тут пару примерок на станок и все будет отлично после обзора данного станка мне там много писали блин он слабенький тут только нажимаешь он останавливается е-мое ни хрена тут ничего не останавливается зачем вообще тут давить и так грызет великолепно просто на наждачку вовремя менять репзики красотень никуда не болтается немножко на магните тут шевелиться нужно немножко выше чем сами посадочные от места поэтому здесь делаем какое-нибудь отверстие то что вкладыш торчит над столешницей ну абсолютно понятно здесь же вкладыш сталь два с половиной миллиметра здесь 12 надо вы фрезеровать здесь пазы чтоб вкладыш мог опуститься на нужную глубину для этого сейчас сделаем шаблон от меня жена так удачно тут передала для печки коробку с подобию здесь тоненький такой гофракартон я уже вырезал этот шаблончик чтоб не путаться сделаем здесь не сделаем хотя бы нарисуем где у нас отверстия укладываем легкими движениями молоточка просаживаем первый слой гофрокартона до принципе можно было и карандашиком там натереть ну вот смотрите места и так хорошо отпечатались но теперь уж точно без фрезера не обойтись кромочником воспользуюсь если с первого раза не угадаю всегда можно дофрезеровать да кто спрашивал как поживает фрезер статус ну вот он пожалуйста живет и здравствует и вам привет передает и если на нем подсветки нет часто нужно ну ничего вот лампочкой подсветим немножко получаем вот такие три близняшки я уже здесь и отверстия просверлил с отверстиями не стал морочиться вот так уложил старый через существующее отверстие проковырял туда дальше вот эти дырки ну и примеряем еще раз все четко вкладыш вообще плотно так стоит думаю вообще крепить не буду ведь когда что-то узенькое пилим мы это перекрываем еще и параллельным упором поэтому ему тут вообще деться некуда по поводу толщины да могут быть незначительные проблемы ну из-за разницы толщины пильный диск при подъеме это не диск еще это кронштейн он немножко не рассчитан на такую с высоту поэтому под кронштейн сейчас я сделаю небольшую выборочку фрезером данного фрезера есть конечно и параллельный упор не полезу на нем на полочку проще мне здесь упор соорудить на скорую руку ну вроде все попадает поехали глубина паза почти 5 миллиметров я думаю этого хватит за глаза ничего не упирается осталось только сам вкладыш выставить в уровень со столешкой и можно работать установил здесь пильный диск давайте посмотрим теперь этот вкладыш в работе чуть-чуть об зубья пильного диска упирается все-таки это толщина вот так упорчиком придавим на полную высоту выдвигать не буду но мне в этом нет необходимости так как вот на таких деревушках мне сейчас нужно тут пазы пропилить пазы глубиной 4 миллиметра да конечно лучше бы здесь уже какие-то упорчики так сделаем закрепить тетрек на выходе на входе но это пожалуй в следующем видео будем делать пока попробую обойтись без этих упоров вот так и Продолжение следует... Прошлый раз делал это диском ДОДО. Для диска ДОДО там вкладыш с очень большой дыркой. Поэтому короткие палочки не получалось обрабатывать таким образом. Они тут у меня в конце ныряли в щель. Здесь же, видите, теперь всё чётенько. Так, проверим. Груботу. 2,69. Но стоит пильный диск немножко приподнять. И ширина. Ширина 4,4. Но это будем уже регулировать перемещением параллельного упора. Хотя... Это уже совсем другое видео. Ну а данный видеоролик буду заканчивать. Всем, кому такой вкладыш понравился, пальчик вверх, подписываемся на канал, оставляем комментарии. А я ненадолго с вами прощаюсь. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!